Дорожная техника В первую очередь решаете вы Бийская медиагруппа запускает уникальный проект Тропический лес по соседству с реликтовым бором Сегодня бийские тополя превратились в пальмы Потели, краснели, напрягали мышцы и извилины Бийчане отметили день физкультурника Нет благоустройства, нет проезда Уже через пару недель дорожники приступят к ремонту улицы бытовая Согласно контракта подрядчик обязуется реконструировать только проезжую часть Остальные работы должны лечь на плечи коммерсантов Однако некоторые похоронщики передумали вкладываться в обустройство Сегодня, когда мы стоим, скажем так, у черты начала работ Часть бизнесменов отказываются выполнить благоустройство Ни в коем разе никого не собираюсь принуждать к этому Кто захочет, тот сделает Кто не захочет, у того будет стоять очень высокий бордюр И нарушить дорогу мы им не позволим Без проведения работ по благоустройству Кладбище посреди города Печально известная улица бытовая Где Бийчане провожают своих родных и близких в последний путь Сегодня находится в удручающем состоянии Однако уже в сентябре ситуация должна измениться За счет средств дорожного фонда Алтайского края Подрядчик отремонтирует здесь проезжую часть А вот все остальное благоустройство зоны ответственности местных предпринимателей Отметим, что изначально коммерсанты сами разработали проект на сметную документацию На реконструкцию улицы И были согласны вкладываться в общее дело Однако, когда нашло до дела, некоторые похоронщики отказались облагораживать свою территорию Добавим, что, по словам местных властей, бизнесмены должны оборудовать около себя парковки и тротуары А вот ритуальные принадлежности придется убрать в помещение Учтут мнение каждого Уже известно, что в следующем году Бийск на ремонт дорог получит несколько сотен миллионов рублей О том, на какие улицы зайдет дорожная техника, пока в администрации не решили Бийская медиагруппа предлагает жителям Нокограда принять участие в уникальном проекте И уже сообща решить, где и какие улицы, прежде всего, нуждаются в ремонте Объемы дорожных работ в Бийске поистине колоссальные Разбитый асфальт восстанавливают практически во всех городских микрорайонах В этом году второй по величине город Алтайского края получил беспрецедентную сумму Больше двухсот миллионов рублей Таких денег на ремонт дорог Нокоград не видел уже давно На сегодняшний день ударными темпами ведется реконструкция в районе Треста Здесь делают Ленинградскую, Можайского, Чайковского И в скором времени в спальном районе Бийска будут не просто направления, по которым невозможно было проехать А современные асфальтированные дороги На будущий 2019 год Бийск снова получит четверть миллиарда рублей Но для того, чтобы полностью закрыть дорожный вопрос, этого, конечно, недостаточно Однако постепенно все движется к тому, чтобы городские улицы были проездными Бийская медиагруппа совместно с администрацией и общественностью Запускает масштабный проект «Голосуй за новые дороги Бийска» Об этом стало известно сегодня в ходе записи программы «Деловой разговор» Как бы вы отнеслись, если бы наша Бийская медиагруппа взяла бы на себя процесс организации Мы бы сделали такой средств населения Есть такое предложение провести не только анкетирование Ну и предложить людям всем поучаствовать в голосовании Высказать свою точку зрения о развитии уличной дорожной сети Если мы предложим бийчанам, скажем, заполнить некие анкеты Раздадим их заблаговременно И вот, сами говорите, 9 сентября у нас такой опыт уже есть День голосования Делиться своим мнением Будет все это учтено? Обязательно И только положительно отношусь к этому У вас есть все возможности У вас на сегодня замечательная узнаваемость Вам доверяют Поэтому я думаю, что в более надежные руки Эту тему и передать нельзя было бы Мы, администрация города, также активно будем участвовать в этой теме Еще раз повторюсь, для нас это очень важно Итак, вместе с вами, жителями города, мы определим Какие именно дороги нуждаются в ремонте Главное не оставаться в стороне Прояви активность И возможно, что в следующем году и в твоем районе Появятся современные асфальтированные дороги Подробности о реализации данного проекта А также о ходе и планах дорожных работ Смотрите в программе «Деловой разговор» в эфире Бийского телевидения В эфире информационная программа «Будни» Смотрите далее в выпуске Тропический лес по соседству с реликтовым бором Сегодня бийские тополя превратились в пальмы Потели, краснили, напрягали мышцы и извилины Бийчане отметили День физкультурника Кредитный потребительский кооператив «Зенит» Защита ваших сбережений от инфляции Доход 13% годовых Все сбережения застрахованы КПК «Зенит» Место для роста ваших сбережений Бийск Global Party 2018 Стань участником самого яркого события осени Ты хорошо поешь, танцуешь, владеешь цирковым мастерством, занимаешься спортом? Тогда у тебя есть уникальная возможность выступить на главной сцене грандиозного праздника Запиши свою лучшую работу на видео и отправь ее на конкурс Все подробности на сайте www.prokopjevfond.ru Не упусти свой шанс Зажги по полной Информационный партнер «Сибирская медиагруппа» Сибирский государственный университет геосистем и технологий Объявляет набор на заочное обучение 913-226-47-56 923-720-66-49 АЭС Финанс Теперь тариф единый Для всех 13% годовых Проще понять, проще заработать Звоните 25-50-25 Кирпичик, кирпичик У более 100 тысяч квадратных метров жилья Сдали в эксплуатацию специалисты строительного управления номер один 800 квартир получили бичане по программе переселения из ветхих и аварийных домов Свой персональный праздник строители отметили во дворе только что С данного жилого дома по улице Советской Около 300 строителей трудятся сегодня в строительном управлении номер один Это предприятие стало преемником лучших профессиональных традиций в строительстве города Новые кварталы выросли в Бейске благодаря каменщикам, сварщикам, электрикам Одним словом, строителям Накануне профессионального праздника сдан в эксплуатацию многоквартирный дом Завершающий формирование современного квартала на улице Советской В этих домах будут рождаться дети Будут люди становиться там дедушками, бабушками еще То есть в каждой квартире будет происходить своя жизнь И все это благодаря вам Хочу от всей души пожелать всем крепкого здоровья, семейного счастья Чтобы у всех было все хорошо И строительство сегодня Хотелось бы, чтобы только развивалось Что мы сегодня и вы, вернее, что вы сегодня и делаете Белые птицы города, есть у них радость и беда Судьбы людские строятся вновь И не сосланиюсь я вам Кто строит дом, как будто храм Благословляя жизнь и любовь Сегодня ваш профессиональный праздник Хочется пожелать вам всего самого наилучшего Мы искренне верим, что строительная отрасль города Бийска Будет и дальше развиваться Нам с вами предстоит строить, благоустраивать город Я желаю вам искренне от всего сердца здоровья, благополучия, процветания Вам, вашим близким И с праздником вас, дорогие строители Добрая традиция в праздник Отмечать лучших из лучших Грамоты и благодарственные письма Строителям вручили здесь же На объекте, который они возвели с нуля Работы много и уже на следующий день Бригады вернутся на свои площадки Сегодня предприятие СУ-1 готовит к сдаче Еще около 30 тысяч квадратов жилья Два социально значимых объекта В конце 2018-го строители заложат фундаменты Еще четырех объектов Марина Волкова, Андрей Сегаев, Будни Тропический лес по соседству с реликтовым вором Сегодня сотрудники Зеленстроя превратили бийские тополя в пальмы Увидеть селекционную новинку можно в районе АБ Стройным рядом общекрыженные деревья стоят на улице Декабристов Сегодня утром местные жители недосчитались веток на тополях, которые стоят вдоль дороги Как нам удалось выяснить массовую стрижку Устроили специалисты Зеленстроя по заказу одного крупного городского предприятия Теперь пять деревьев на фоне остальной растительности выглядят явно странно Ствол на две четверти лишился веток Зато верхушка осталась по-прежнему довольно густой Теперь тополя больше напоминают тропические пальмы Такую креативную стрижку тополей местные жители не оценили И хотя вопрос безопасности стоит на первом месте, об эстетике тоже забывать не стоит Что-то немножечко как бы пусто стало Привыкли, что зелени много, а как-то пустовато А по вашему мнению, как нужно было сделать? Ну наоборот, пониже и по кустистей То есть получается высота, а когда ниже и кустистей, интереснее Я люблю густ, густ, то чтобы было красивее Ну, нехорошо, некрасиво Ну, заменить, совсем спилить и посадить новое Не очень Ну, как-то некрасиво, когда деревья больше зелени было А по вашему мнению, как нужно было сделать? Может быть, не так высоко ветки состригать Конечно, они тут, возможно, мешаются Провода, ну, может быть, не так высоко обрезать Ужасные А по вашему мнению, как нужно было сделать? Ну, более как-то культурно все это обрезать Чтобы вид был внешний, но это палки остались и все, ни тени, ничего Прекрасно Не знаю, ну, как-то не очень Покрасивее как-нибудь? Ну, точно не так Да ерунда Некрасиво А по вашему мнению, как нужно было сделать? Новые посадить березы Прокачались на все сто Бейчане отметили Всероссийский день физкультурника Главное празднование прошло на стадионе Юбилейный Несколько сотен жителей Наукограда потели, краснели, напрягали мышцы и извилины О том, как проходил спортивный фестиваль, расскажет моя коллега Кристина Мелехова Сегодня на стадионе Юбилейный проходит настоящий спортивный праздник А все потому, что бейчане отмечают Всероссийский день физкультурника Прямо за моей спиной девчонки зажигают станцевальная фитнес-программа из Зумба Зажигательная фитнес-программа – это далеко не единственное, чем могли заняться бейчане в этот день Так, одной из самых популярных зон в день физкультурника стала площадка, где проходил марафон становой тяги Мокрые футболки, красные лица и напряженные мышцы – больше 20 человек боролись за звание самого сильного Подтягивания, отжимания и ходьба на руках – круговая тренировка по кроссфиту далась легко не всем Однако были и участники, чьей выносливости можно было позавидовать Среди них и Илья Хлыновский В этот день бейчане прокачивали не только мышцы, но и тренировали мозг Одним из самых фактурных игроков в русские шашки стал Евгений Колбасов В свои 77 лет он имеет первый взрослый разряд по шашкам, причем удостоверение он получил всего 4 года назад И это не помешало ему в день физкультурника занять почетное третье место Ходили и рубили по черно-белой доске не только взрослые, но и дети По какому это у тебя медаль? За какой спорт? По русским шашкам А ты давно этим увлекаешься? Нет, с этого года начала Кто себя научил играть? Мама Всем желаем ребятишкам и всей молодежи, конечно, оздоровления Вот именно такими праздниками наш город себя украшает, прямо честно сказать Прям не ожидали такое торжество сегодня увидеть здесь, но очень приятно Пьячане соревновались не только индивидуально, но и показывали игру в команде Традиционно в день физкультурника прошел городской этап всероссийских соревнований по стритболу Оранжевый мяч 2018 На протяжении трех часов длился спортивный праздник Для бичан работали около десяти площадок, где разыгрывали комплекты медалей и памятные призы В день физкультурника каждый спортсмен убедился не только на словах, но и на деле, что в здоровом теле здоровый дух Кристина Мелехова, Сергей Доровских, Будни Купить новый телевизор сегодня или подождать Отправиться в отпуск за границу или на собственную дачу Сделать ремонт или снова отложить это на год или полтора Эти вопросы стоят перед всеми, кто планирует крупные траты И ответы на эти вопросы есть у профессионалов, специалистов и аналитиков банковской сферы 2018 год первый за несколько лет, когда россияне отошли от сберегательной модели и начали активнее тратить В целом это позитивно влияет на экономику страны и на активность рынка Поэтому мы согласны, что сейчас лучшее время для крупных покупок При этом, даже если сейчас в семейном бюджете нет крупной суммы на отпуск или ремонт То эксперты рекомендуют обратиться за ними в банк И вот почему Если необходимость в крупных тратах назрела уже сегодня То оптимальный вариант карта сезонная от банка Восточный Лимит средств составляет до 300 тысяч рублей А первые три месяца ставка по ней всего 11,5% Также у сезонной действует льготный период длиной в 56 дней Если клиент возвращает средства по карте в этот срок, то ему не нужно платить проценты И еще одна возможность особенно порадует любителей онлайн-шоппинга Это кэшбэк за покупки в интернет-магазинах С помощью карты сезонная вы себе можете вернуть до 40% от потраченного на крупнейших торговых площадках В целом экономисты делают хотя и осторожные, но позитивные прогнозы для россиян И сегодня самое время присоединиться к общей тенденции Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Будни И о погоде Итак, завтра, 14 августа в Бийске будет облачное Ветер переменных направлений слабый Влажность слегка повышенная Атмосферное давление в пределах нормы И о температуре ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 19, плюс 21 градус И это все новости на сегодня Желаю вам приятного завершения этого дня и отличного настроения Будьте здоровы и пусть в вашей душе всегда живет весна А я напоминаю, что выпуски информационной программы Будни доступны в социальных сетях и на Ютубе Счастливо!